Всем привет! Несмотря на то, что плов это исконно узбекское блюдо, для каждого русского человека это реально понятный продукт. Я не буду сегодня делать какой-то особенный плов, я сегодня сделаю быстрый плов, такой как вот приходишь домой, у тебя нет ни времени, ни заморачиваться, ни чего-то там, просто сделаем плов с курицей и все. Быстро, вкусно, недорого. Начинаем с овощей, все так вот режем такими брусочками. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы морковка у нас не превращалась в кашу. Плов по сути это что? Это рис и мясо, но важно подойти к выбору риса со всей ответственностью, иначе у вас получится, что как многие говорят, каша. Чтобы у вас не получилось каша, нужно взять какой-то специальный рис, чаще всего в магазинах, что мы можем увидеть на упаковке? Написано рис для плова. Это конечно легкий вариант, если вы пришли на рынок, то вы должны знать, что самый популярный рис в Узбекистане это Девзира, еще есть такой рис под названием Лазер. Итак, у меня получается вот такой брусочек, сейчас я допиливаю последние штрихи. Тихо ты, Дуся, чего там тебя смущает? Теперь лук. Лук, конечно же, удобнее всего резать полукольцами. Как только у нас начнет жариться лук, по кухне понесутся такие ароматы, вы себе просто не представляете. Не, ну если вы хоть раз готовили плов, вы конечно представляете, но я думаю, что это будет бомба, что все мои собаки сбегутся и начнут просить. Дуся, ты уже просишь плов, что ли? Подожди, еще не готов. Смотрите, я на рынке взял такую курицу, фермерская, сейчас все это модно. В общем, курица может быть любая, она может быть и не фермерская, она может быть и цыпленок, она может быть и перепела, может быть и индейка, вообще все, любое мясо, которое вы захотите. Но я исключаю сейчас из этого рецепта говядину и баранину, потому что это такой облегченный домашний рецепт. Курица очень быстро готовится, поэтому именно ее я и выбрал. Разделывается все очень просто, надрезаем кожу чуть-чуть, придерживаем ножом, выворачиваем ногу, появляется сустав и вот таким образом срезаем. Крылья с подмышечной части всегда начинаем, простейшая штука, главное попасть в сустав. Если вы начинаете упираться в кости, если вам трудно разделывать курицу, значит вы делаете это неправильно. Запомните это раз и навсегда. У меня получились вот такие вот крупные куски курицы, для того, чтобы она была сочнее. Рис, который у меня для плова, я хорошенечко промыл, залил его теплой водой и посолил. Так нужно всегда делать хотя бы на полчасика, пока вы занимаетесь приготовлением продуктов. Соль, которую сюда добавил, вытягивает крахмал. И что получается, что рис и сам плов получается более рассыпчатый, что ли. Теперь нужно разогреть хорошенько масло. Масло не стесняйтесь, слейте. Когда плов сварится, масло все останется на дне. Не переживайте за масло. Рис лишнее масло не впитывает, поэтому не бойтесь слить масло. Так, теперь нам нужно лук хорошенечко обжарить. Мы ароматизируем масло с помощью лука, а затем будем уже добавлять оставшиеся ингредиенты. Смотрите, что мы будем использовать. Обязательно лавровый лист, а вот это самая, та самая знаменитая черная зира. Она очень мелкая, в отличие от крупной иранской. И поэтому в узбекской кухне она ценится больше всего. Перед тем, как добавлять его в плов, мы ее вот так вот помнем, для того, чтобы она дала аромат. Вот это вот у нас сумах. Сумах. Тут почему-то и укроп у нас затесался, но ничего страшного. В общем, сумах это такое растение, кустарник, плоды которого высушивают, потом перемалывают. Получается вот такая вот красная кисловатая пудра. Так как нет барбариса, я буду использовать ее. Кручок у нас стал вот такой золотистый. Теперь мы туда отправляем мясо. Мясо лучше всего раскладывать вот так вот с краев. Мы сделали лук, вытолкнули в серединку, чтобы он у нас перестал гореть. И мясо сырое, оно же холодное у нас, но какой бы она ком-то температура не была, но все равно температура масла сейчас падает. Поэтому мы мясо выложили и его не трогаем. Когда мясо слегка обжарилось с одной стороны, начинаем все мешать и добавляем морковь. Буквально несколько минут мы обжарили морковь. Теперь добавляем воду. Лавровый лист можно бросить сразу. Нам воды много не нужно, только-только, чтобы скрывала морковь. То есть у нас не суп, нам нужно сделать зирвак. Вот это самое важное в плове зирвак. Ну помимо риса, рис конечно тоже очень важный. Но зирвак это то, как мы натушим зирвак, такой будет вкус и плова. Берем соль, добавляем. Но помним, что соль у нас еще и в рисе, поэтому лучше не перебарщивать. Соль можно добавить потом в конце. Зирвак с курицей варится примерно там 7-10 минут, не больше. А вот и пришло время сумах добавлять. Добавляем сумах. И у меня здесь есть чеснок, но не доделанный. Я его куда-то не доложил. Вот он у меня остался, и могу немножко добавить для вкуса чеснока. Сейчас прям в процессе варки. Сумах дает нам дополнительную кислоту. Острые перчики чили. Вот такие у меня сушеные есть, они классные. Мы добавляем сюда, потом добавляем зиру. Зиру ту самую черную. Смотрите сами по своим ощущениям. Хотите больше, добавляйте больше. Может быть совсем чуть-чуть добавить. Но зира в плове должна быть обязательно. Вот смотрите, я воду слил. Мы сюда высыпаем рис. Выравниваем рис по всей плоскости. Здесь достаточно воды. Нам не нужно больше сюда добавлять воды. Это ошибка многих. Добавляют воду дополнительную. Не надо добавлять дополнительную воду. Пусть рис впитает вначале эти соки. Рис для плова тем и отличается, что он впитывает в себя все, но только в нужной мере. Иначе это будет все превращено в кашу. Когда мы рис засыпали, вот теперь нужно опускать чеснок туда. Да, чтобы сразу чеснок давал нам вкус. Теперь нам нужно включить маленькую конфорку. Переставляем сюда кастрюльку. Закрываем крышечкой. Делаем газ как можно мельче. 20 минут прошло. Что мы делаем? Вода почти вся выпарилась. Но смотрите, вот эти рисинки верхние, особенно у центра, они достаточно пропаренные. Поэтому есть такая техника. Мы просто берем и в центр собираем горку. То есть мы забираем рис по краям и выкладываем вот такую горку. Для того, чтобы в этой горке, внутри этой горки рис, рисинки, которые недостаточно пропарились, чтобы они дошли. Мы оставляем этот плов еще на 10 минут. Но уже огонь выключаем. Пусть он сам. Уже без огня, без помощи. Вот это аромат. Вот это аромат. Дуся, перестань там скулить. Я знаю, что вкусный плов. Смотрите, плов получился достаточно рассыпчатый. Тщательно его нужно перемешать, чтобы вся соль, все соки объединились. Так, Дуся. Звук такой из-под стола. И Алиса. Все, успокоились. Чеснок. Вот это самое вкусное. Например, моя жена Ксения обожает просто этот чеснок. Она говорит, да достань мне чесночок, пожалуйста. Я его сам и съем. Вот этот шикарный, но самый простой в приготовлении плов может приготовить каждый. Я уверен, это вообще не сложно. Пожалуй, пойду попробую.